Предприятия энергетической отрасли должны не только оставаться государственными, но и активно развиваться. Об этом президент Евгений Шевчук говорил на встрече с коллективами отделений электросети Тирас Теплоэнерго, а также водоснабжения и водоотведения в Рыбнице. Подробности встречи далее. Обледенение 2000 года и другие погодные катаклизмы в республике показали. Энергетической отрасли Приднестровья необходима серьезная модернизация. Чтобы обеспечить стабильную поставку света, газа и тепла, президент утвердил в 2012 году ряд инвестиционных программ. За пять лет в инфраструктуру государства, в том числе энергетическую, было вложено около 600 миллионов рублей. Например, установка трансформаторов за пять лет с 2012 по 2016 превысила установку трансформаторов за прошлые пять лет в 21 раз. Вроде бы сухие цифры, но повысили практически защищенность в целом республике. Всех этих садиков, школ, больниц и в том числе жилищного фонда. Еще многое необходимо сделать, потому что ранее, когда была плановая экономика, был Советский Союз, то были плановые программы по модернизации, ремонтам и так далее. Но за последние 20 лет практически этих программ не было. Президент Евгений Шевчук отметил, приоритетом остается поддержка крупных предприятий энергетического комплекса. При этом они должны не только оставаться государственными, но и активно развиваться. Поэтому основная задача – найти внешние ресурсы для масштабной модернизации. В городе улучшилась ситуация с освещением, и в городе, в общественных местах, и в многоквартирных домах. Понятно, что проблемы еще есть, и их необходимо решать. Улучшается ситуация с обеспечением предприятий, предоставляющей услуги по теплу. Хотя там тоже проблемы значительные, более значительные проблемы у предприятия водоканала и водоотведения. Но мы намерены, как я и говорил, разработать дополнительные программы по этим предприятиям, искать внешние ресурсы, во-первых, для того, чтобы было меньше энергопотерь, более высока была эффективность. В завершении встречи Евгений Шевчук поблагодарил работников энергетической отрасли за проделанную работу. Ольга Голованова, Татьяна Семенюк, Алексей Минченко. Первый Приднестровский телеканал.